Всем большой-большой привет! Сегодняшний влог начинается с такого вот макияжа, который я сейчас записывала для инстаграма. Осталось только обработать. Заколебалась с этим освещением, мучиться, если честно. Блин, Синира мне это все вытрепала. Вот, спустя пару часов мы это сделали. Мы, это я и Аряна, спасибо за то, что целый час она дала мне вот тут стоять и это. Но потом она уже не выдержала и, конечно же, начала на руки проситься. Как же без этого, да, доча? Это бардак, который я ставила после себя. Видите, как аккуратно я потащила карандаш. Он просто улетел от пилочки. Сейчас, в общем, все это соберу. А, еще сегодня, кстати, приедет курьер. Я заказала в золотом яблоке тени яркие, дешевые, всего лишь за полторы тысячи. Там очень-очень много разных ярких оттенков, но я не знаю, как они будут по пигментации, я за это переживаю, потому что я не захотела покупать тени супер яркие и классные за пятерку. Но это слишком, мне кажется, с учетом того, что, как бы, блин, я эти тени буду наносить на себя очень редко, и то только для видео. Я, как бы, люблю тени хорошие, но я их покупаю, такие хорошие тени, с учетом того, что я буду ими пользоваться и вне видосов, как бы. Вот, а на яркие тени, скажу честно, я пожалела тратить деньги большие, поэтому, вот, заказала очень бюджетный вариант. И я уже не помню, жидкий глиттер, что ли там еще, и еще что-то. Короче, сегодня, когда вечером приедет курьер, я вам обязательно покажу. Я делала заказ сейчас в самокате, это быстрая доставка продуктов, там, что-нибудь для дома. Короче, заказала вот туалетного маму, чачек, корм и нектарины. И смотрю, там какая-то коробка, думаю, что это такое? Они положили подарок, у самоката есть такая тема, и они иногда кладут подарки. Но мне клали один раз жидкий корм для чачи, и все. А тут, смотрю, вот это коробище. Сейчас мы с вами посмотрим. Тут две банки пепси. Белые. Наверное, так надо. Прикиньте, да, как приятно. Трубочка. Короче, круто. Так. Поздай банки в холодильник, попробуй каждый напиток или еще какой-то нравится больше. А, понятно. У меня тут сушка кедровых орехов. Ну, я их помыла хорошенечко, кипятком обдала. И оставила на полчаса, и потом под проточной водой еще промывала, холодной. Сейчас хочу, чтобы все это обсохло хорошенечко и уберу в контейнер. Смотрите, они прям крупные, вот эти вот орехи. Это Данина мама привозила. Видите, какие они большие. Очень вкусные. Так, нам сейчас приедут друзья. Мы сегодня решили устроить типа кинодень. Вот, я сейчас сделаю свою запеканочку. Надо все сейчас разровнять хорошенечко. И попозже я еще хочу сделать пиццу. Вот, так вот надо все разровнять. Ну, вы уже знаете эту запеканочку, мы ее очень любим в здании. Я думаю, ребятам тоже понравится. Вот, видите, разровняли все аккуратненько. И у меня сегодня говяжий фарш. Я делала на курином, на индюшином, а сегодня у меня говяжий. Естественно, натерла еще сыр, это чтобы в конце посыпать была, чтобы корочка. Все, готово. Смотрите, это сок. Вот, вытек, так-то все хорошо. Сейчас нужно все это пластами вот так вот порезать. Все, готова пиццечка. Вот, немножко перчик подгорел. Вот, видите-ка, она красивая, потому что сыр в самом низу находится. Вот, и тут тоже подгорело. Что-то с духовкой не то. Она, знаете, как-то неравномерно начала все делать. То есть, как попало. Вот, что мне с ней делать, а? Вот так. Вот так вот. Девчоночки. Так, развили колу, но ничего, бывает. И этот фильм, я забыла, как называется? Как фильм называется? Про джунгли сласы. В общем, тут Дуэйн сказа... Сказа. Сказа. Фильм про джунгли, который недавно показывали в кино. Бей-лей-лей. Хорошо, когда детей больше, чем один. Когда очень хочется на балкон. Что, давай-давай-давай-давай-давай. Ку-ку. Барбариска, мамина. Так, ну а теперь мы решили пойти погулять. У нас сейчас-то холодно, 16 градусов всего лишь. Вот. Делать джинсики, кедики. Наконец-то я их разносила. Господи, мне даже не верится. Вот, сейчас пойдем тут погуляем где-нибудь по райончику. И домой. Ку-ку. Гномик. Довольный заяц. Тоже, видите, тепленько одели. Вот самый довольный заяц. Тебе надо постричься. Больше всех хотел пойти на улицу. В кавычках. Ого. Как гнется. Мне так нельзя делать. Стоит, отрихает все. Она споткнулась и упала. И теперь все. Да, молодец. Ты уже много раз отрихнула. Молодец. Вот именно вот этот Беггинс кофе. Там очень вкусный кофе делают. У нас открыли вот недалеко от нашего ЖК. Вот. Здесь я всегда покупаю себе кофе. И вот здесь вот всякие вкусняшки. Мы, получается, пришли перед самым закрытием. А он до 9 работает. И мы в без 5.9 зашли. Видите, у них любовь. У них любовь. Все. Все, вниз. Так, смотрим. Вот она, эта палетка. Я не знаю, какая она по пигментации. Но, блин, за эти деньги, наверное, нельзя многого от нее ожидать. А потом такая вот подводка жидкая от L'Amel. Она самая обычная. Мне нужна для видео. Вот. Ресницы мне нужны были. И вот эту штучку я очень ждала от Чупа-Чупс. Вот это такие жидкие дохромные тени от Чупа-Чупс. Ну, блин, тут не видно, как они переливаются. Тут розовый, золотистый, серебряный. Короче, они очень красивые. Вот такой вот бутылечек. Прикольный. Ну, вот тут более-менее видно. В общем, вы видите, да, какие они очень-очень красивые. Я прям не могу. Ммм, очень слабый. Прям очень. И то это я пальцем делала сейчас в отче. Пальцем всегда немножечко ярче. Блин, кисточкой. Вот. Разделить все это на три. Ай, ладно, что-нибудь придумаем. Сейчас я тут о своих раскопках достану вот это. Это, короче, для тех, у кого есть кошки, коты. Вот этот наполнитель, он очень крутой. Тяжелый мешок. Вот. Назование Cat Best. Офигенный. Он вообще реально, он так поглощает запахи, что ничем вообще не воняет. Ну, только если кошка там не сходила по большому. Вот. А так вообще, я вам прям очень советую этот наполнитель. Его нам посоветовала Данина мама. Вот. Есть мешки еще больше. Он впитывающий, комкующий. И его можно в унитаз смывать. Он офигенный. Он вообще не воняет. Это слово совсем. То есть, он, это реально самый крутой наполнитель из тех, которые у нас были. Ну, что мы тут ходим, бродим? А? Где ты? Вот она. Прячется. Прячется, Чача, да? Сейчас. Что ты белье стиранное нюхаешь? Кошка. Я сейчас пойду уже монтировать влог. Даня пойдет орешку укладывать. Так что, увидимся в следующем влоге. Пока-пока.